Командующий дальней авиации генерал-лейтенант Кабулаш Сергей Валерьевич. Ну, во-первых, поздравляю вас с праздником вашего консистенера. Расскажите, что сегодня за шоу такой же камень? Сегодня мы с вами отмечаем замечательный день. Празднование 105-й годовщины со дня образования военного власти СИН. Главнокомандующим было принято решение, генерал-полгонгом Водрин, Виктором Николаевичем, о проведении вот этого замечательного праздника на территории парка Патриотовича. И министр обороны это решение утвердил. Поэтому сегодня мы с вами станем свидетелями замечательного авиационного фестиваля, в котором будут представлены самолеты и летательные аппараты, начиная с ретро, заканчиваясь самыми современными последними моделями. В том числе и модернизированные самолетами дальней авиации, которые будут участвовать в нашем празднике. Что с ретро самолетом? Все хотят не обслуживать на легендарный средств штурмовик. Какова его история? Ну, мне как в прошлом штурмовику, конечно, очень приятно, что такая техника участвует в нашем сегодняшнем празднике. Но вы знаете, что все летательные аппараты, которые в предыдущем были в составе вооруженных сил Советского Союза и сейчас Российской Федерации, они являются последователями той техники, которую мы имеем на сегодняшний день. Поэтому это та основа тех крыльев, на которых выросла современная истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация. Но сейчас мы в действии посмотрим, в принципе, ту технику, которая стоит на вооружении крыльев. Конечно. От ретро самолетов до самых последних моделей, которые сейчас стоят на вооружении военно-воздушных сил Российской Федерации, все будут представлены в нашем авиационном фестивале. Что с какими? Абсолютно все. И самолеты-истребители последнего поколения, и Т-50, и Су-35, и Су-25, и Су-25СМ, и Су-22, и Су-95, и Су-160, всех не перечислили. Спектр наших современных самолетов очень большой. И, может быть, если даже внешние эти контуры, они абсолютно не изменились за какое-то последнее время, то внутреннее содержание этих машин позволяет выполнять успешно задачи. И вы знаете, они успешно справляются со всеми задачами, в том числе сейчас в Сирии и в Сирии. Скажите, за их штукалами кто будет накажется? За штукалами летчики штатные экипажи. Это летчики, которые ежедневно выполняют полеты по плану боевой подготовки. Для них это обычное задание, и, в принципе, никакой сложности по сравнению с теми полетными заданиями, которые они выполняют в реальных и боевых условиях, для них не представляет. Скажите, вам не нравится, что вы будете делать, что вы должны наскольку тяжело занимать? Современные комплексы сегодня позволяют выполнять фигуры сложного, даже насколько на пределе человеческих возможностей. Управляемый ветк архиаги, который существует сейчас в современных истребителях, показывает такие пульпины, что, ну, я не думаю, что другие авиационные компании, наши конкуренты, другие государства, такого себе даже мыслях представить не могут, что такие самолеты выполняют фигуры чисто акробатические. Поэтому вот эти человеческие возможности, возможности сегодняшней авиационной техники позволяют выполнять такие фигуры, но это не просто акробатика. Это фигуры пылатажа, которые позволяют в боевых условиях выйти всегда выше, быстрее и всегда быть готовым в первую очередь выполнить поставленную задачу и уйти победителем из этой дуэли. Уважаемый коллег, о поздравлении сказал Сергей Иванович? Ну все, давайте поздравления любому составу. Ну, от дальней авиации расширьте мне всех поздравить с нашим профессиональным праздником. Все, кто находится сейчас на боевом посту, на боевом дежурстве, те, кто выполняет задачи Сирийской Арабской Республики, поздравляем с праздником, удачи, здоровья, всех благ. Количество взлетов должно касаться посадок. Ну и с наилучшими пожеланиями. Спасибо большое. Слава военно-воздушных силам! Ура!